Привет, друзья! В Древнем Риме уже существовало подобие галстук. Называлось оно фаскали, но не было аксессуаром, а предметом, защищающим воина от трения защитных пластин панциря. А в виде модного аксессуара галстук начал носить Людовик XIV в 1635 году. Современные галстуки завязываются более чем 20 видами узлов. Каждый дизайнер мужской одежды считает себя обязанным придумать свой индивидуальный стильный узел. Но самые распространенные все равно являются одинарный и двойной узел. Узлы, которые носят офисные работники, официальные лица, но не модники. Ну а я вам покажу сегодня эти самые распространенные классические узлы. И начнем мы с самого простого одинарного узла. И у меня есть возможность, конечно, на манекене завязывать узел на галстуке. Но так как у вас, конечно же, манекена нету, поэтому возьмите просто вешалку, зацепите ее на крюк или на дверную ручку и положите галстук на плечики, таким образом, чтобы с левой стороны был широкий конец, а с правой стороны узкий конец. А также узкий конец должен быть на расстоянии 40-45 см от уровня плеча. А теперь положите левый конец над правым. Заверните его на изнаночную сторону. Обведите еще раз по передней стороне. И выведите конец опять на изнаночную сторону. Закинув его сверху над петлей, над узлом. Так, чтобы конец вытянуть на переднюю лицевую сторону. И теперь этот широкий конец мы просовываем через петлю. Теперь подтягиваем узел. И можно его надевать на рубашку, затянув узкий конец таким образом, чтобы плотно узел сел к воротничку. Ну, а теперь давайте примерим на манекене. Этот узел по объему, по ширине не слишком большой. А также он не симметричный, так как узел вяжется только с одной стороны. Но за счет того, что он очень простой, его использует практически вся молодежь, которая только начинает завязывать свои первые галстуки. И, как я и говорила, вы можете обратить внимание, что этот узел немножко наклонен в левую сторону, потому что узел делался справа налево. Но не стоит переживать, потому что под воротничком это совсем незаметно. А также не забудьте в эту петличку вставить узкий конец галстука, для того, чтобы они у вас вместе свисали и не болтались в разные стороны. А теперь завяжем двойной, симметричный и более сложный узел. Галстук располагаем точно так же, А по пуговицам вы можете определить, на каком уровне должен быть узкий конец галстука. Я беру пятую пуговицу. Это для мужчины примерно ростом метр восемьдесят. Подойдет очень неплохо, но вы со временем будете ориентироваться сами. И вначале перекидываем длинную сторону левую на правую короткую сторону. Затем проводим длинный конец галстука по задней стороне. И с левой стороны мы забрасываем его спереди назад в петлю. У шеи. Перетягиваем широкий конец на заднюю сторону. Теперь с правой стороны уже мы проводим по всей передней стороне влево этот широкий конец. И теперь с левой стороны уже с изнанки на лицевую сторону перетягиваем этот широкий конец. Ну а затем формировавшиеся петельки спереди мы просовываем широкий конец. И наш узел готов. Осталось его подтянуть и подправить. Затягиваем узел ближе к шее. Так, чтобы не было видно первой верхней пуговицы. Опускаем воротничок. И обратите внимание, что этот узел уже симметричный. И он более широкий. Выглядит посолиднее, чем молодежный узел. И как видите, он действительно выглядит как равномерная трапеция. С равными бедрами. Не забудьте опять же в эту петельку просунуть в узкую сторону галстука. И вот теперь вы готовы надевать костюм при полном параде. И так, как я и обещала, сегодня мы с вами научились делать симметричный двойной узел. А также самый простой асимметричный одинарный узел. С этого узла одинарного проще всего начинать завязывать галстуки. И как я вначале и говорила, существует очень много видов дизайнерских узлов для галстуков, которые мы делать с вами не будем, а просто посмотрим на них. Их носят, конечно, стильные любители моды. Ну а я могу вам показать еще, как выглядит тройной узел. Он выглядит немного объемнее, крупнее, так как использованы три обмотки вокруг шейной петли. И за счет этой тройной обмотки сама длина галстука сильно укорачивается естественным образом. Поэтому этот галстук может носить любители укороченного варианта галстуков. А также тип воротничка к нему подойдет не сильно короткий, так как сам узел довольно большой. Надеюсь, с этим руководством вы завяжете быстро ваш галстук. Всем удачи и пока!